На оптимизацию бюджетных средств и сохранение социальных гарантий направлено еще несколько мер. Одна из них касается использования льготной дороги. Поправки в порядок оплаты северной дороги, которая предоставляется жителям Заполярного региона раз в два года, рассмотрели в администрацию округа. 35 тысяч рублей на каждого члена семьи. В такую сумму придется уложить покупку билетов в отпуск по льготной дороге. Куда ехать в соседний регион или за рубеж значения не имеет. Главное – не превысить лимит. Это не коснется сельских жителей. В эту сумму не будет включена стоимость проезда от сельского населенного пункта до города Наринмара проследования в отпуск. Исходя из того, что средняя стоимость билетов позволяет на эту сумму, на одного человека достаточно свободно выехать в благоприятные районы округа. Но тем не менее, если хочется поехать еще куда-то дальше, в какие-то более экзотические места, то, соответственно, надо исходить из своих финансовых возможностей. Также новыми правилами разрешено добираться до места отпуска и обратно водным транспортом. Это нововведение было установлено на основе обращения граждан, которые на собственном автомобиле ездили в Крым и переплывали Керченский пролив. Ранее разрешалось плыть по воде только до станции Щели-Яюр. Кроме того, разрешено оплачивать билеты любой банковской картой. Согласно нынешним правилам, необходимо подтверждать, что оплата билетов была совершена именно картой отпускника. В целях оптимизации окружного бюджета принят и ряд других поправок. Так, бесплатный проезд на водном транспорте до населенных пунктов округа будет оплачиваться на 50%. В этом проекте предполагается заменить бесплатный проезд на специальный тариф, который предусматривает 50% от стоимости билета. Он распространяется на детей до 18 лет включительно, на студентов до 23 лет включительно, также на пенсионеров женщин 50 лет и мужчин 55 лет. Также на заседании приняли постановление администрации о величине прожиточного минимума. В третьем квартале 2016 года он составит 19 460 рублей, что на 33 рубля ниже предыдущего периода. Снижение показателей сегодня наблюдается по всей России. Это связано с удешевлением продуктов, входящих в потребительскую корзину. В целом в субъектах страны показатель уменьшился на 67 рублей. В Ненецком округе снижение составило 33 рубля. В третьем квартале цены уменьшились на 18 видов продуктов из 42. Упал ценник на говядину, кроме бескостного мяса, куру, свинину, горох, картофель, сыры, крупы овсяную и перловую, сметану, некоторые виды овощей и фруктов. Напомним, величина прожиточного минимума необходима для оценки и уровня жизни населения округа при разработке и реализации региональных социальных программ. Также показатель используется как критерий применения принципов адресности и нуждаемости в системе оказания социальной помощи граждан, что актуально в новых экономических условиях.